Кыргызско-Таджикская граница Советы стремились создать этнически однородные республики, однако многие территории были смешанными в этническом отношении, например, Ферганская долина, и часто оказывалось трудным дать правильные этнические ярлык некоторым народам, например, смешанным таджикско-узбекским сортом или различным народом. Туркменские, узбекские племена вдоль Амударии Местные национальные элиты решительно аргументировали, и во многих случаях преувеличивали свою позицию, и Советы часто были вынуждены выносить решения между ними, чему еще больше мешало отсутствие экспертных знаний и недостаток точных или актуальных данных. Этнографические данные по региону Кроме того, НТД также нацелена на создание жизнеспособных структур, в которых также должны приниматься во внимание экономические, географические, сельскохозяйственные и инфраструктурные вопросы, зачастую превосходящие этнические. Попытка уравновесить эти противоречивые цели в рамках общенационалистической структуры оказалась чрезвычайно трудной и часто невозможной, что привело к черчению часто мучительно запутанных границ, множеству анклавов и неизбежному образованию больших меньшинств, которые в конечном итоге стали жить в неправильной республике. Вдобавок Советы никогда не предполагали, что эти границы станут международными границами, как сегодня. В 1920 году, в то время, Центральная Азия состояла из двух автономных Советских Социалистических Республик, АССР, в составе Российской СФСР, Туркестанской АССР, созданной в апреле 1918 года и охватывая большую часть территории нынешнего Южного Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также Туркменистана, и Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики. Киргизская АССР Киргизская АССР на карте, которая была создана 26 августа 1920 года на территории, примерно совпадающей с северной частью сегодняшнего Казахстана, в то время казахов называли киргизами, а то, что сейчас является киргизами, считалось подгруппой казахов и именуется кара-киргизы, то есть горные черные киргизы. Были также две отдельные преемники Республики Бухарского Эмирата и Хивинского ханства, которые были преобразованы в Бухарскую и Хорезмскую Народные Советские Республики после захвата Красной Армии в 1920 году. 25 февраля 1924 года Политбюро и Центральный Комитет Советского Союза объявили, что они продолжат НТД в Средней Азии. Процесс должен был контролироваться специальным комитетом Центрально-Азиатского бюро с тремя подкомитетами для каждой из основных национальностей региона — казахов, туркменов и узбеков. Сработать тогда очень быстро. Изначально планировалось сохранить Хорезмскую и Бухарскую ПСР, однако в конце концов было решено разделить их в апреле 1924 года из-за часто громкого протеста их коммунистических партий. Хорезмские коммунисты, в частности, не хотели разрушать свою ПСС, и их пришлось сильно вооруженные, чтобы проголосовать за свой распуск в июле того же года. Первоначально граница была намного длиннее, так как Узбекская ССР включала в себя Хаджанский район, а также остальную часть того, что сейчас является Таджикистаном, как Таджикская АССР. Граница приняла свое нынешнее положение в 1929 году, когда Таджикистан получил Хаджент и стал полноценной ССР. Кара Киргизская автономная область была первоначально в России и ССР в октябре 1924 года, с границами соответствующих тем современного Киргизстана. В 1925 году она была переименована в Киргизскую автономную область. В мае 1925 года, затем стала Киргизская АССР. В 1926 году, не путать с Киргизской АССР, которая была первым названием Казахская АССР, и, наконец, она стала Киргизской АССР в 1936 году. Граница стала международной границей в 1991 году после распада Советского Союза и обретения независимости составляющими его республиками. В период после обретения независимости наблюдалась напряженность по поводу делимитации границ и охраны правопорядка, особенно после вторжения Исламского движения Узбекистана, ИДУ, в Киргизстан с территории Таджикистана в 1999-2000 году. В настоящее время делимитация границ и продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok